Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 13 главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. По своим мыслям апостол в 13 главе непосредственно продолжает то, что он говорил в предыдущей главе о церкви, как о теле Христовом. Он говорит о том, что вот дары духа даются каждому по воле духа. Эти дары различные, и эти различия драгоценны, и единство разных людей делает нас. телом Христовым, делает нас церковью, говорит апостол. В чем же тогда выражается вот эта общность духа, то, что все напоены одним духом? В чем здесь самое главное? В конце предыдущей главы апостол риторически спрашивает, ну разве все пророки, разве все апостолы, разве все исцелители, разве все там говорят языками? Старайтесь о том, чтобы эти дары возрастали в вас, старайтесь возрастать в этих дарах, и я вам покажу, что самое главное. Я вам покажу, что сущностное, путь превосходнейший, как он выражается. И мысль Павла заключается вот в чем. На самом деле, фундаментально, сущностно, во всех разнообразных дарах и служениях в церкви, любовь. Любовь друг к другу. Это важно. И если этого нет, говорит апостол, то вообще все теряет смысл. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я мень звучащая, кимвал звенящий, пустой сосуд дребезжащий. Можно было бы так перевести. И дальше, если я имею дар пророчества и могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имущество и тело мое придам на сожжение, любви не имею, то я ничто. Апостол таким образом говорит, что каждый дар, который в церкви есть, определяется тем, что мы напоены любовью Духа Святого. И если это действует в наших сердцах, если мы движимы этой любовью Духа, вот это самое важное. Это путь превосходнейший. Не только в том дело, что любить лучше, чем пророчествовать, или любить лучше, чем руководить, или любить лучше, чем исцелять или говорить языками. В чем вообще тогда будет выражаться эта самая любовь? В словах разве только, да? Нет, Павел говорит о том, что вот она, это, так сказать, общий знаменатель, корень, смысл любого служения. Если в этом служении, в этом призвании ты не живешь и не действуешь любовью Духа, все им не имеет смысла. Но если действуешь любовью Духа, тогда твое служение становится уникальным и действительно исполнением призвания Божьего. И действительно, тогда Бог всех вместе этой любовью собирает нас в единое тело. И дальше он, с одной стороны, предлагает в стихах с 4 по 8, как кажется, на первый взгляд, поэтический гимн любви. Ну, обычно эти фрагменты, эти четыре стиха называют именно гимном любви. С одной стороны, конечно, это поэтический текст. Ну, и, вероятно, следует к нему так относиться и так его читать. Но в то же время очень важно попытаться увидеть, и я бы даже дерзнул сказать, примерить на себя, что Павел называет любовью. Он пытается объяснить. Здесь он не говорит, что любовь – это дар Духа Святого. Да, конечно. Что любовь – это любовь Христова, любовь ко Христу. Да, конечно, это все так. Он говорит, вот, понимаете, любовь – это когда ты терпишь. Когда ты терпишь несовершенство другого. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. И апостол говорит о способности пожалеть. Способности пожалеть не идеально совершенного ближнего. Чего его жалеть, если он отличник боевой и политической подготовки, если у него все хорошо. Павел говорит о терпении и милосердии по отношению к несовершенствам друг друга. Любовь не завидует, потому что иногда рядом с тобой ближний, который ярко несовершенен. Или наоборот, по сравнению с которым твое несовершенство тоже видно. Любовь не завидует. Любовь, говорит Павел, таким образом, не меряет себя относительно друг друга, относительно других людей. Милосердствует и не завидует. Жалеет и не жалеет себя. Не превозносится, не гордится, что тоже, в общем, очень важно. Понимаете, как бы мы ни говорили, я лучше тебя, я святее тебя, я там, не знаю, ближе к Богу, чем ты. В этом нет любви. Павел говорит о том, что, опять же, мы не сравниваем себя друг с другом, если любим. И это так трудно. Особенно, знаете, поскольку мы привыкли оправдывать себя необходимостью рассуждения, развлечения духов. Как же, где найти ту грань между превозношением и развлечением? Ну вот, апостол говорит об этом фундаментальном критерии. Понимаете, когда Господь говорит, не судите, не судимы будете, он на самом деле говорит в более частном изводе ту же мысль, которую здесь предлагает нам Павел. Мы не сравниваем себя, кто лучше или хуже друг с другом. Не сравниваем. Потому что, как в притче Христовой, если сравнивать себя с Богом, то мы все никуда не годимся. А если сравнивать себя друг с другом, то мы узурпируем таким образом суд Божий. И вот апостол говорит, настоящая любовь во всех наших служениях, которые разнообразны, в разных дарах духа, она не сравнивает себя друг с другом, долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не бесчинствует. Вот еще одна очень важная мысль. В продолжение того, что Павел в нескольких предыдущих главах, по меньшей мере, в трех, в одиннадцатый, в двенадцатый, в двух, в одиннадцатый и в двенадцатый, говорил, не бесчинствует. И в данном случае для него это означает то, что если мы любим друг друга, то мы соотносим себя друг с другом, учитываем существование других. Ты не один на белом свете, ты не один перед Богом. И не единственный, не лучший, не худший. Вот бесчинство для апостола, когда мы, так сказать, в гонке к Богу отпихиваем друг друга локтями, мешаем друг другу, отказываемся признать существование друг друга, не уступаем, не принимаем во внимание нужды, интересы, жизнь друг друга. Вот бесчинство там для него не в том, что человек носится наперекор уличному движению с какими-нибудь идиотскими воплями. Нет, не об этом вообще разговор. Бесчинство, значит, человек не входит в этот порядок тела Христова, порядок членов в теле Христовом. Вот абсолютизирует свое призвание, думает только о своих интересах, игнорируя существование остальных, как выражается, пророк Исаия, ну, Бог через пророк Исаия, конечно, как будто вы одни поселены на этой земле. Кстати говоря, это часто очень происходит и не только среди христиан, в гораздо большей степени будем признавать это. Но, тем не менее, для нас вот эти слова Павла означают, помните, как тоже апостол говорит о разных верующих в истории, пророках, праведниках и так далее, о том, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот и о нас тоже, дабы мы не друг без друга достигли совершенства. Часто нам кажется, что вера Христова – это такой путь индивидуального спасения, и можно спастись, игнорируя существование других людей. Но, кажется, для апостола это совсем не так. Поэтому он и говорит, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Все это об одном. Не делает вреда ближнему, не негодует на него, не раздражается, не сердится, что вот тут под ногами какие-то, понимаешь, людишки мешаются мне, духовному гиганту. Если ты так думаешь, это не любовь. И значит, в этом нет духа, и значит, все напрасно. И далее еще апостол говорит о том, что любовь не радуется не правде, а сорадуется истине. Не просто не радуется тому, что в чьей-то жизни какая-то совершилась или проявилась неправда. Но радуется встреча других людей с Богом. Понимаете? Какой истине она там может сорадоваться? Вот этой. Когда ты любишь, ты радуешься тому, что человек нашел Христа, ну и начал слушать Христа, а не тебя. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь, говорит апостол Павел, вот так трепетно относится к жизни вместе, к жизни других людей, к тому, чтобы быть с ними. И то, из-за чего мы перестаем доверять, то, из-за чего мы перестаем надеяться на лучшее в отношениях, что мы не согласны перенести, что для нас становится нетерпимым, и что мы не хотим покрыть любовью. Вот это все разделяет людей, разрушает наши отношения. Павел говорит, ну если ты любишь, то ты будешь вместе. Она соединяет поверх всего этого. И это ведь, еще раз повторю, продолжение предыдущей главы. Таким образом, для него все те разные служения, очень разные, которые даются Богом в церкви, они все вот в этом по-настоящему едины. И, наконец, еще одна мысль апостола Павла, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Таким образом, он говорит о перспективе конца времен, о том, что, ну, когда-то пророчество прекратится, потому что Бог будет все во всем. Чего там, собственно, зачем оно нужно? Языки умолкнут, потому что зачем нужны языки ангельские, если мы сердцем слышим Бога? Знание, мудрость, понимание того, как устроена жизнь и как к Богу двигаться, когда откроется то, что мы видим сейчас гадательно, зачем все это нужно? Но любовь никуда не денется. Любовь – это таким образом для Павла такой залог вечности, задаток вечности. Или, если хотите, зерно вечности, которое сеется в человеческое сердце, растет в нем и уже никуда не денется, она будет так же актуальна в вечности в конце времен, как она актуальна сейчас. Поэтому, собственно, он и говорит о том, что, ну, вот там мы сейчас, или я сейчас, по-младенчески говорю, потом повзрослею, стану что-то понимать, оставлю младенческое. Сейчас мы видим сквозь тусклое стекло, буквально там в мутном зеркале, гадательно, потом лицом к лицу увидим Бога. Все это так. И тогда важна будет только любовь. Но Павел говорит, теперь же в этом нашем состоянии пребывают важны три вещи – вера, надежда и любовь. Но любовь больше. Любовь больше, потому что это то, что сеется в наши сердца сейчас и будет продолжаться в том же виде, той же любовью в вечности.